Депутат Минный, Дмитрий Сергеевич. Павел Павлович, на комитете возникал вопрос такой о хотя бы отзыве обсуждения количестве граждан, которые могут попасть в число лиц, которые будут или их право на размещение. Как будто это последовало, потому что для журналистов, мы не знаем. По вашему мнению, какое количество граждан получит такую возможность на организацию этого права? По имеющей информации, на данный момент 5 граждан министерством ЖКК отказано в постановке такого учета. На наш взгляд, мы предполагаем, что это где-то более 30 граждан, возможно, меньше. Поскольку учет такие граждане ранее не ввелся и в настоящий время тоже не ввелся. Сказать точно, сколько это будет, мы не можем на данный момент сказать. Пока правоприменительная практика. Желающий выступить, пожалуйста, депутат Александр Петрович. Да, спасибо. Уточню, данный проект закон Саратовской области рассматривался как на седании рабочей группы, как и на седании комитета. И на рабочей группе, и на седании комитета были озвучены вопросы, которые до сих пор, пока мы не получили ответ. Вот сегодня депутат Пинных пытался уже тоже выяснить. Главный вопрос, сколько таких участников для его строительства, которые подпадают под этот проект. Никто не может подсчитать, пока не будет применим закон. Хотя это вопрос очень важный, ведь исходя из этого необходимо рассчитывать финансы и возможности регионов. Если этот расход окажется значительным, значит, необходимо рассматривать этот закон более структурно, углубленно, с учетом всех рисков, которые могут возникнуть при его реализации. И кроме этого, в проектном законе не уточняется, при каких условиях обязательство подобного является частичной полной. Какими документами следует подтверждать данные обстоятельства. Таким образом, по данным законопроектом, есть еще много нерешенных вопросов. Спасибо. Спасибо, уважаемые депутаты, пожалуйста. Депутат Чернышевский Дмитрий Викторович. Уважаемые коллеги, я тоже участвовал во всех этих обсуждениях, слушал внимательно. У меня именно этот вопрос и остался, который, по-моему, имеет решающее значение. Мы, по словам разработчиков, сейчас не можем определить круг лиц, которые будут причастны к этому закону. И, соответственно, финансовую сумму, которую обойдется, удовлетворение их требований. Между тем, как мы пытаемся сейчас принять закон, исполнения которого не будет в нашей финансовой возможности, потому что вопросы о компенсации средств обманутым дольщикам решаются федеральным бюджетом за счет дома РФ. То есть мы пытаемся сейчас за деньги федерации решить вопросы людей, то есть не за свои деньги, не за областные. Я считаю, что это недопустимо, мы не можем принимать закон, касающийся неопределенного количества лиц и неопределенной финансовой суммы, не за свои собственные, не за областные средства. Спасибо, депутат Писнов, Леонид Викторович. Ну, я постараюсь коллегу объяснить, что он говорит, что полтавец сказал уже, что суды выносят решение проекта статус, правильно? Да, проект статус. То есть при обращении взаимного суда его прислали в статус, и он должен зайти вроде бы теперь к поправке в реестр, чтобы получить возможность о мерах поддержки. Сколько их? Ну, сложно оценить. Верчайший пример – балаков, просто чтобы у всех было понятно, то есть без строя. Когда балкнулся, люди разъедутся в две части. Одна часть пошла в имущественные таблиторы, образовала два ЦСКА, и сейчас в одной год доложен, вторая половина доложен, на следующий год в конце концерта. Другие ведомые юристы пошли, как правило, с требованиям финансового характера. Большая часть из них как раз тех, кого выдержали, что юристично, и с помощью обязательства, значит, они зашли в реестр финансовый литом, для строя, и сегодня завтра был диквидированный рублей, рублями, домами оплатим. Прежде всего, все углубляется тем, что в эти границы было страхование сбором для участия, и по большому счету компания, которая существовала в действии, должна была рассчитаться. Но мне тоже оказалось судьба не сильно в практическом плане положительной, и с этой компанией тоже сейчас работают, прохлитки, прохлитки. То есть, учесть то, что получало, действительно, по каким-то вам все это будет, но надо генерации труб, надо этот мониторинг. Понятно, что у нас время в течение октября, 2017 года, когда заработал дом РФ, у нас нет фактов создания GSK, но порное появление, ну, тоже очень глубоко. И сейчас бывают границы, которые включают договора, с GSK-сигналы, сейчас по-кому помогают разработаться. И в 97-м, в 96-м годах у них здесь полное обязательство, они тоже попадают сюда. Поэтому, конечно, вопрос подсчета здесь на сегодняшний день очень-очень сложный. Я просто объективно, что нет, чего это касается большого. Спасибо. Депутат Денисенко, Станислав Владимирович. Да, спасибо. Ну, действительно, ситуация с банками и дочками крайне сложная в целом с этой области. Я знаю, мои коллеги давно, долго разбираются, наши коллеги с государством, которые активно участвуют, но все же я задавал вопрос и обозначил свое понимание, что данная ситуация вообще в целом сложилась, конечно, не по всем домам, но частично. Именно в результате того, что было разменено законодательство, и часть застройщиков просто стали заложниками сложившейся ситуации, в свою очередь, которая привела к появлению банков-дочек. Так вот, почему не рассматривается вопрос о том, что те неративные чиновники, которые позволили себе принимать законы, не просчитав последствия, сегодня никаким образом не наказаны, сегодня никаким образом не отразились на их карьерных вопросах. К сожалению, такое бездумное отношение приводит к таким тяжелым последствиям, когда государство должно из собственного кармана компенсировать, когда мы, как всегда, бежим за ушедшим перед телегой. Вы, наверное, все знаете, это все, депутаты, что расследуется множество уголовных дел, которые у нас возбуждены по проблеме обманутых дольщиков. Что касается финансирования из областного или федерального бюджета настоящего законопроекта, он не требуется. Мы предлагаем то, что инвестор придет в район, на определенный дом, на определенную площадку, где есть обманутые дольщики. То есть он будет предполагать свои возможности, он будет видеть, что какие там проблемы, сколько там обманутых людей будет и так далее, и так далее. И, соответственно, получит в аренду, не в аренду, а получит землю, на которой он будет расширять строительство данного дома. Без торгов. Здесь, соответственно, каждый инвестор уже будет оценить свои возможности и видеть те проблемные моменты, которые существуют на конкретном доме. Спасибо. Депутат Куренькин, Сергей Георгиевич. Вы здесь тогда и не понимаете, о чем говорите, лукавец. Пропоратуру проводят, скажем так, какую-то кампанию уже на протяжении нескольких лет по отъему у застройщиков тех, кто не становится нарушением 95-го приказа генпрокурора застройщики. Хотя нет ни одного потерпевшего из власти или бухов, которые согласовывали и даже давали рекомендацию, как говорится, прокуратура о изменении, разрешенном использовании. И как раз до сих пор Саратов не проводит аукционов и конкурсов по предоставлению земельных участков. А вот ваш закон, он еще отсрочит возможность предоставления таких земельных участков. Деньги мы оплачиваем как раз из муниципального бюджета, именно через предоставление земельных участков. А то, что касается врагов, то, что говорил Александр Савченко, Балахова, целый областной прокурор лично держал это на контроле. И чем все закончилось? Это говорит о том, что не о том, что некачественный брак в работе, некачественный готовятся документы. Это говорит о том, что дождались, когда мы били тревогу депутатов. И когда начала вогнуться саморегулирующая организация, которая была застрокована в Саратове до строков, понимаете, все откладывали и откладывали. Мы сигналы даем, а вы как бы... А здесь, конечно, попуристский закон почему-то не предложили. И вам как-то говорят, 100 рублей, 1000, как бы выразить сами. А для нас это большая разница. И вообще оценка регулирующего воздействия на каждый закон надо делать. А не подходить ему формально. Как прежде, прошлый закон, который вот здесь вот через Думу прошел, оказалось, что ОРБИ был фальсифицирован. И как формально, вы сами должны выйти и отменить его. Я вас слышал. Я не буду сейчас вступать с вами в какую-то полемику. Данный закон, мы выходили с инициативой в областное время для принять только потому, что нам нужны граждане, которые ищут защиту только у нас. Понимаете или нет? Мы тогда будем их отсылать к вам в Думу. Спасибо. Уважаемые депутаты, запросы на выступление окончены. Переходим к голосованию. Предлагается принять проект закона за основу. Прошу голосовать. Проект за основу не принимается. В соответствии с пунктом 2 статьи 7.4 регламента Саратовской областной думы, в случае, если законопроект за основу не принят, то он считается отклоненным без дополнительного голосования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова